друзья шалом я продолжаю бегать готовится я впечатлен и подушевлен вашей поддержкой но помните у нас был проект один плюс один я сегодня бегу не сам я бегу с вовчиком мы утром проснулись и пробежали 5 километров и сейчас мы завершаем нашу дистанцию я хочу пожелать всем вам хорошего дня как говорят нас в израиле yom tov друзья шалом я продолжаю бегать продолжаю тренироваться стараюсь каждый день выходить на тренировку знаете пока еще перед тренировкой не чувствую настроение удовольствие не чувствую кайфа от того что бегаю но когда начинаю бегать когда заставляю себя и выхожу бегаю пробегаю 5-6 километров чувствую обалденное удовольствие чувствую просто прилив сил энергии и бодрости я продолжаю бегать продолжаю тренировать свое тело на выносливость потому что действительно это то чего мне сейчас не хватает значит последние новости я зарегистрировался на как я уже говорил вам на хайский полумарафон я бегу свою первую дистанцию среди людей я хочу попробовать этот адреналин хочу попробовать это движение это возбуждение когда ты бежишь в толпе громадной толпе людей несколько тысяч человек но хочу почувствовать этот драйв говорят что если ты бегаешь просто тренируешься ради того чтобы тренироваться и бегать сам с собою то это не так и тебя мотивирует если ты если ты время от времени регистрируешься на какие-то небольшие локальные местные по местные соревнования соревки значит это тебя каким-то образом и побуждает двигаться вперед и вот я зарегистрировался на первые свои официальные 10 километров но уже феврале месяце анонс 22 февраля мы с еще одним моим и товарищем с вовчиком бежимая в тель-авиве тель-авивский полумарафон поэтому подписывайтесь ставьте лайки и желайте мне всего хорошего и все доброго спортивной удачи и божьих благословений свыше всем нам бегать правильно бегать для бодрости для энергии и не получать травм увидимся на стартах мы поговорим о любви друзья эта тема подразумевала чтобы я вышел на крышу на воздух чтобы я посмотрел на вас с высоты птичьего полета посмотрите какая красавица за мной хайфа и хайфский и хайфский я вам рассказывал мой личный опыт что я не любил всю свою жизнь бегать так вот что же изменилось изменилось то что я полюбил бегать сегодня я хочу с вами поговорить о таком великом большом чувстве или явление или состояние которое описывали старались описать все философы этого мира это любовь и так взрослый человек очень часто сохраняет свое отношение к понятию слову любви на уровне 14-летнего подростка я вам сейчас расскажу что необходимо менять так вот человек задает себе вопрос что такое любовь и чтобы ответить на этот вопрос необходимо посмотреть пять простых принципов итак первое человек в определенный момент своей жизни определяет каким путем он пойдет будет ли он идти путем или дорогу любви или соответственно если он не пойдет по дороге любви он пойдет по дороге ненависти я думаю что каждый из нас осознанно никогда не выбирает идти по дороге ненависти мы все выбираем идти по дороге любви и так вот если это наш осознанный выборы, мы осознанно встали на дорогу любви, то со временем у нас вырабатывается внутреннее отношение к тому пути, который мы совершаем. И в связи с тем, что у нас вырабатывается наше внутреннее отношение, у нас завязываются определенные взаимоотношения на нашем выборе идти дорогой любви с другими людьми. Так вот, любовь – это наш, прежде всего, осознанный выбор, принятое нами решение. Я, что бы ни происходило, буду всегда идти дорогой любви. Конфликт, проблема, неразрешимая ситуация, но я буду смотреть, каким образом я могу решить все то, во что я погружаюсь в этой жизни, на основании того, что я принял решение стоять и идти на дороге любви. И вот, когда я иду по этой дороге, у меня вырабатывается отношение внутреннее свое и отношение я, которое я строю с людьми. Так вот, когда у меня вырабатываются отношения, тогда я формулирую для себя принципы. Что бы ни произошло, у меня есть принцип. Что бы ни произошло, я буду реагировать, потому что я когда-то принял решение идти дорогой любви. И вот, когда у меня сформировались принципы, тогда в моей жизни появляются действия, тогда я готов, я могу совершать определенные действия, которые будут движены любовью. И вот, наверное, самое главное – это пятое. Завтра, когда я пробегу 10 километров, я посмотрю на себя, я посмотрю на пройденные эти 10 километров, я буду очень рад и очень удовлетворен тем, что я встал на эту дорожку бега. Точно так же и в нашей жизни. Когда я имею в своей жизни принятое решение идти дорогой любви, когда у меня вырабатываются определенные взаимоотношения с людьми, самим собой на этих решениях, когда у меня появляются принципы, и меня уже не сдвинешь с места, потому что я знаю, почему именно так я поступаю. И вот поступки или действия становятся естественным моим состоянием. Поступки и действия, любви я имею в виду. И вот мы приходим к самому важному пятому. Пятое – это когда я осматриваюсь, когда я оборачиваюсь на свой пройденный путь, на свои пройденные взаимоотношения с каким-то человеком, я испытываю радость, удовлетворение, счастье. Вот это я называю любовью, а не то, что в 14 лет нам казалось. Есть любовь. Будьте счастливы, любими. Любите сами. Любите то, что вы делаете. Любите себя. Любите окружающих людей. И любите Всевышнего, который сотворил вас. Всего вам доброго. И увидимся на пути любви.